Вы обвиняете западные новостные корпорации во лжи. Не могли бы вы объяснить, какую цель по-вашему преследуем мы, как представители этих СМИ, и зачем журналистам и международным организациям на местах искажать правду? Какие международные организации сейчас присутствуют на востоке Алеппо? Давайте я вам сама скажу, никакие. Они полагаются на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, который находится в британском городе Ковентри и состоит из одного человека, а также на сомнительные группы вроде белых касок, о которых стоит рассказать подробнее. Белые каски были основаны в 2013 году бывшим британским военным. США, Великобритания и другие государства вложили в организацию более 100 миллионов долларов. Подразумевается, что она спасает мирных жителей в Идлибе и на востоке Алеппо. Однако в восточной части города никто о ней даже не слышал, хотя на данный момент освобождено уже более 95% территории Алеппо. Белые каски считаются нейтральной организацией, но существуют кадры, на которых ее представители держат в руках оружие и стоят на телах сирийских солдат. А в их видеозаписях можно заметить одних и тех же детей. Есть девочка Ая, которая, скажем, в августе появляется в одном месте, а в следующем месяце в другом. То есть поступающая от них информация недостоверна. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека тоже не заслуживает доверия. Нельзя постоянно опираться на сведения, поступающие от неназванных активистов. Таким образом, у ваших СМИ нет источников на местах. При этом некоторые новостные корпорации выступают за смену режима в Сирии. В 2014 году в этой стране прошли президентские выборы. Сирийцы находят недостатки в существующей системе власти, но они считают корнем проблемы терроризм, а не Асада. Президента поддерживают подавляющее большинство. Я это говорю на основании результатов голосования и моих разговоров с жителями Сирии.